Ну а утро юбилейного дня, как и положено, началось с разминки, зарядки и медосмотра. День-то все-таки предстоял непростой. Событий масса. Татьяна Барулина и Николай Ревенко подтвердят. Программа на День города обещает быть разнообразной. Об этом позаботились организаторы. Нам, кличанам, остается быть только активным в этот день. И поэтому утро в Сестеревском парке начинается со спортивных состязаний. К сожалению, день рождения только раз в году. Ну, на самом деле, сожалеть ребятам просто некогда. Для них подготовлена большая развлекательная программа. На сцене амфитеатра проходит выступление наших клинских музыкантов и танцоров. Прошло цирковое шоу и мини-спектакль от Театра Лагрида. Клоуны и поздравления. А что еще нужно для настоящего дня рождения? Шары, музыка, выступления артистов, праздник, подарки. Причем подарки здесь можно сделать собственными руками на территории Сестеревского парка. Работает много мастер-классов. Один из них – это плетение лентами. Причем цвета выбраны не случайно. Наш флаг города Клина, он из двух цветов, как раз, которые мы сегодня и повторяем. Белый и зеленый. Что можно сделать из лент? Мы сейчас делаем очень красивые украшения, цветочки. И для девочки мы сделаем подарок сегодня к юбилею нашего города. От Клина древнего до современного путь в семь веков можно проследить на тематической выставке. Что не площадка – новая историческая веха. Мы, конечно, должны рассказать и показать то, как жили наши древние предки. Как они выглядели, как они были одеты, что они ели, в каких доспехах они защищали нашу землю. Вот это мы должны показать современным людям. Движение на улице Мира сегодня полностью перекрыто. Здесь организована выставка планеров. Их привезли из нового аэродрома в Щекино. Напомню, именно там собираются разбить центр спортивной авиации. Мы привезли к вам несколько планеров. Детский для юношеской планерной школы. Спортивный планер для парения и спортивный пилотажный планер. Почему мы к вам приехали? Мы хотим, чтобы вы заразились, как мы, планерным спортом и начали с нами летать. Выставка достаточно интересная, потому что не каждый день увидишь на дороге у нас самолеты, причем необычные. Они как настоящие, как будто бы это настоящие самолеты. Когда-нибудь я буду летать на самолете. Зрелищ на праздники хоть отбавляй. Что же касается хлеба, то по примеру автоклинфеста в парке организована специальная площадка общепита и фудкорта. Здесь можно перекусить вкусными закусками и фастфудом. Вот я с ребенком, да. И мы вот, да, не затеяли, сейчас прикусим. Ну, правда, как сказать, дома щи ждут. Но мы нарушим правила в честь праздника, себе позволим. Хорошо, молодцы. Удобно, удобно. Цивильненько. Хлебосольный, что называется, с юбилейным размахом. Торжества в Сестерецком парке продолжились до самого вечера. Татьяна Барульна, Андрей Королев, Наталья Красавина. Новости дня. Сегодня утро клинчан началось здесь, на площади Ледового дворца. Клинская городская больница организует акцию «Здоровый город», где абсолютно каждый желающий может проверить свое здоровье. Конечно же, все началось с зарядки. В полевых, но стерильных условиях здесь же можно проверить свою кровь на наличие сахара в крови. Здесь обязательно позанимаются с вашими детьми, проверить здоровье ваших зубов. Но и самое главное, здесь меняют никотин на витамин. Что вы хотите? Хочу яблоко. А здесь детский уголок, где абсолютно любой человек, который готовится стать родителем, может на манекене попробовать запеленать его. Я папа, и я попробую вспомнить, как это делается. Здесь, по-моему, легкий чипец. Вот таким вот образом. Пойдем кушать, сынок. А это мобильный центр здоровья. Здесь, как говорится, по полной программе проверят ваше здоровье. Сначала регистрация, потом полный медицинский осмотр. В среднем такой мобильный пункт способен принять в час около пяти пациентов. Медики измеряют глазное и артериальное давление, проверяют кровь на наличие сахара и холестерина, делают кардиограмму, измеряют индекс массы и роста, проверяют остроту зрения и в конце, конечно же, выносят врачебный вердикт. Сегодняшнее обследование показало, что я абсолютно здоров. Ну а это пункт скорой медицинской помощи. Фельдшер обязательно познакомит вас с медицинским спасательным оборудованием. Здесь представлен кислородный баллон, дефибриллятор, электрокардиограф и пульсоксиметр. Ну а также медицинские сотрудники обязательно научат вас, как действовать в критических ситуациях, если человек оказался без сознания и ему нужно сделать массаж сердца. Заботьтесь о себе и о своем здоровье. Ну а мы идем дальше, ведь впереди еще много интересного. Празднования в честь 700-летия города продолжаются здесь, на Ледовой площади. День здоровья подхватил фестиваль духовной музыки и поэзии «Славянский мир». Открыл его хор Свято-Даниловского монастыря. Они сейчас на сцене. Также впереди запланированы другие интересные выступления артистов, которые собраны практически со всей России. Светлой снегу сойти, все кручевало, солокольный, разнулся в море ветер вольный. Голиный белый цвет родной, что ты дарил мне, то весной напомнит наши встречи и мир. Но время лечит, как вода уносит, в прошлое волна звучит, души стылее звучит. В определенной степени это популяризация двух разных совершенно, но очень тождественных друг к другу культуры. Классической музыки и духовной музыки. Мы пытаемся показать, что это в принципе одно и то же. Одно и то же имеет настоящие корни. А это Билла. Александр Житарев 30 лет назад занялся усовершенствованием старинного сигнального инструмента. Спустя годы кропотливой работы и исследований музыкальных свойств бронзы получился вот такой инструмент. С виду простой, но невероятно сложный и красивый по звучанию. Очень напоминает колокольный звон. Славянский мир царил на площади Ледового до 15 часов. На смену заступили духовые оркестры. Николай Ревенко, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.